Виктория Третьяк Виктория Третьяк Третья волна мобилизации позволит осуществить ротацию военных подразделений, которые находятся в зоне АТО. Соответствующие графики утверждил президент Украины Петр Порошенко. В ближайшее время силы антитеррористической операции пополнятся тремя бригадами. Две из которых войдут в состав вооруженных сил Украины и одна национальной гвардии. В первую очередь мы должны призывать тех, кто имеет военную специальность, спецназ, артиллерист, водитель боевой машины, чтобы не надо было, знаете, молодого человека 18 лет бросать в зону АТО. Мы этого не делаем. Но сегодня мы должны качественно изменить работу вооруженных сил, подразделений, национальной гвардии более качественным составом мобилизованных. Террористы из минометов обстреляли жителей поселка Красный Партизан в Ессиноватском районе Донецкой области. Это случилось во время раздачи воды из водовоза. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. В поселке больше месяца отсутствует центральное водоснабжение. Ближайший колодец находится в нескольких километрах от населенного пункта. Поэтому армия организовала снабжение местных жителей водой. Нападавших не смутил тот факт, что пункт раздачи воды находится в церкви. Напомню, 18 августа в районе Хрящеватого боевики обстреляли колонну с переселенцами. А 20-го в том же районе атаковали автомобиль с белым флагом. В результате погибла семья с пятилетним ребенком. 9 миллиардов 110 миллионов гривен дополнительных средств выделил Кабинет министров из резервного фонда госбюджета Украины на нужды военных формирований, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке страны. Согласно правительственному распоряжению, почти 6 миллиардов направят в Минобороны более двух МВД. Значительные средства получит также Госпогранслужба, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Управление разведки, Мининфраструктуры и другие ведомства. Оказание гуманитарной помощи населению Донбасса, которая пострадала от преступлений пророссийских террористов. Эту тему премьер-министр Украины Арсений Ценюк обсудил с заместителями Генсека ООН Джеффри Фельдманом и Валерий Амос. Глава правительства сообщил о решениях правительства по обеспечению регистрации и предоставлению необходимой помощи переселенцам из Крыма и Донбасса. Киев дважды направлял гуманитарную помощь в регионы, пострадавшие от боевиков. Делегация ООН, в свою очередь, заверила, что окажет необходимую техническую и финансовую помощь через международные структуры. Гуманитарная ситуация Россия не отказывается от военного вмешательства в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмусен в интервью изданию Бильд. Наращивание военных сил на границе с Украиной и поддержка боевиков на Донбассе свидетельствуют о том, что Москва оставляет за собой все возможные варианты дальнейших действий. Расмусен подчеркнул, что во всем мире доверия к России отсутствует. Оно было утрачено после военной интервенции в Крым. При этом генсек НАТО сообщил, что Альянс может помочь Киеву реформировать и модернизировать украинскую армию. Германия не будет отправлять своих солдат в Украину для разрешения кризиса. Об этом заявила канцлер ФРН Ангела Меркель. Она подчеркнула, что конфликт нужно решать дипломатическим путем. В Ирак для борьбы с боевиками-радикалами Берлин также не будет отправлять военных. Однако Германия рассмотрит вопрос об отправке туда военных инструкторов. Представители разных национальностей, которые готовы идти на фронт и отставить независимость Украины, планируют создать интернациональный батальон. И просят президента страны позволить им принимать участие в боевых действиях. Об этом сообщил руководитель общественного объединения Конгресса азербайджанцев Украины Хаганей Гусейнов. В свою очередь представитель крымско-татарского народа Рустем Аблаев заявил, что Крым остается в составе Украины, и поэтому крымские татары также готовы защищать свою родину Украину. Петр Алексеевич, мы просим вас дать команду допустить нас до боевых действий и дать возможность собраться и идти на фронт. Только вы можете решить этот вопрос, только вы, как верховный главнокомандующий, способны взять на себя ответственность и позволить создать интернациональный батальон. Россия – это империя зла. Все должны понять, что если Россию не остановить сейчас, что она пойдет дальше. Все вот эти миллиарды долларов, которые зарабатываются там, на нефти, газе, которые добываются на земле хантов, манси, башкиров и татар, они уходят в Москву. Эти народы ничего не получают. Национальный банк Украины передал два бронированных автомобиля батальону «Донбасс». Их осветили в Михайловском Златоверхом мужском монастыре. Машины оборудуют для эвакуации раненых бойцов с передовой в зоне АТО. Они помогут сохранить жизни защитников Родины. Ведь сейчас раненых перевозят на обычных автомобилях, а террористы часто обстреливают машины медицинской помощи. Наши парни проверили все автомобили, заправили. За собственный счет купили бензонасосы, так, чтобы машины могли ездить. Поэтому все, что мы могли своими силами сделать, мы сделали. И мы уверены, что они достойно себя покажут в зоне АТО. В общем, я хочу сказать, что с начала АТО мы по состоянию на сегодняшний день уже передали 68 автомобилей только от Национального банка. И все, что мы можем делать, мы делаем. Руководство и бойцы батальона «Донбасс» хотят выразить благодарность святейшему владыке Филарету, руководству Национального банка Украины, за то, что они выделили нам эти два автомобиля, необходимых для вывоза раненых бойцов с поля боя. Национальный банк Украины взял под опеку 11 семей погибших бойцов добровольческого батальона «Айдар». Новые спортивные формы шьют для украинских олимпийцев. На презентации пробной коллекции, исполненной в сине-желтых цветах с оригинальными принтами в национальном стиле, побывала Вероника Сектым. Вот так будут выглядеть новые формы для наших олимпийцев. В коллекцию заложены мотивы украинской вышивки и выполнена она в патриотичных цветах. Это будет таким оберегом украинской команды на последующих соревнованиях. Очень надеюсь, что у нас эта коллекция получится. Очень надеюсь на то, что мы ее качественно отошьем и передадим национальному олимпийскому комитету. Пробную партию из 16 костюмов пошили за два месяца. Только на разработку принтов ушло 30 дней. Пока что костюмы будут шить за рубежом. Но создатели коллекции ведут переговоры о закупке оборудования для пошива оригинальной спортивной одежды. В технологических моментах, в условиях отшива, в качестве тканей будет очень намного изменено. То есть ткани будут все абсолютно профессиональные, такие, как используют крупные известные компании. Испытала новый костюм серебряная призерка Олимпийских игр Ирина Лещинская. Формой спортсменка осталась довольна. На мне экипировка, мне очень удобно. Действительно, мягкие ткани, то есть не сковывает движение. Это немаловажно, потому что все-таки во время физических нагрузок мы делаем большое количество упражнений, разминок. То есть это действительно важно. Как и качество ткани, потому что тело должно дышать. Создатели коллекции надеются, что уже на следующую Олимпиаду наши олимпийцы выйдут в новой национальной форме. Вероника Сектым, Стас Кропольницкий, БТБ. Ну и какие события ожидаются сегодня в Украине и мире, смотрите далее в нашем обзоре. Еще увидимся. До встречи. Будет ли в Украине тепло зимой? Готовность к отопительному сезону проанализируют чиновники и эксперты. Актуальные вопросы налогообложения и таможенного дела обсудят председатель государственной фискальной службы и представители Европейской бизнес-ассоциации. Укрпочта вводит в обращение новую марку «Евромайдан-2013-2014». Официальная презентация состоится в Киевском главпочтамте. Часть автомобилей российского гуманитарного конвоя может пересечь границу Украины. Несколько десятков грузовиков уже прошли проверку и таможенный контроль. Для оформления остальных более 200 машин могут понадобиться еще сутки. В Малайзии день траура по погибшим в крушении Боинга. 17 июля в Донецкой области. Сегодня в страну прибудут тела 16 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение лайнера. Ранее глава малайзийского правительства Наджип Разак заявил, что власти страны объявят общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы в день прибытия на родину первых останков погибших. В Брюсселе пройдет встреча представителей министерств сельского хозяйства, стран Евросоюза и экспертов Еврокомиссии для обсуждения ситуации в ЕС в связи с ответными санкциями Российской Федерации. Еврокомиссия выделяет 125 миллионов евро аграриям, попавшим под российские ограничения. Редактор субтитров А.Семкин